Птицы мира слетелись в МИАС. В выходные в ДК Прометей работала третья региональная выставка голубей. Она объединила голубеводов со всего региона, выставивших более сотни пород крылатых. Труды заводчиков увидела наша съемочная группа. Заводчик Иван Клименко голубями увлекся в пять лет. После военные годы, несмотря на нехватку еды, для голубей в семье всегда находилось пшено. Говорят, что лечат они, значит, от сама. Ну и в самом деле, я говорю, сколько раз было вот такое стрессовое состояние, даже думал, уволюсь на работе, доведут, значит, уволюсь. Все, придешь, посидишь, все с ними, пообщаешься, утром встал другой человек. У каждого питомца свой характер, признается заводчик, и с каждым нужно найти общий язык, так же, как и с человеком. Сегодня в его голубятне более 160 особей. Выставка и экспонаты говорят о том, насколько уникальна природа вокруг, сколько различных видов и пород голубей выведено на сегодняшний день. Здесь действительно есть чему удивиться. Мало кто знает, что эти птицы в далеком прошлом спасали человеческие жизни, приносили власть и процветание государством. На выставке мяса оказались самые различные породы. Павлины и почтовые, галки, курчи и армавирские белоголовые. Новые породы голубей уже появились. В прошлые годы как-то так скудненько было много, но качество пород и качество голубей было средненько. В этом году уже серьезная птица. У нас уже на этой выставке принимает участие голубь чемпион в породе на международной выставке в Москве. Этот голубь занял особое место в зале, в окружении многочисленных кубков и дипломов. В нем заложены труды многих десятилетий голубеводов. Вообще голубеводство на Урале было очень популярным. Отсюда и такое разнообразие уральских пород. Уральские монахи, Свердловские, Шардинские, Троицкие. Тех и не перечислить. Вот и в Миасе раньше голубей держали через каждые два-три дома. А голубиный рынок был известен далеко за пределами области. Сегодня администрация Миаса предоставила великолепный дворец, великолепные условия. И очень много посетила выставку людей. Вы видите, сегодня масса детей присутствует здесь. Среди заводчиков, приехавших в Миас, немало юных голубеводов. Каждый представитель получил ценные призы и дипломы. Отдельный приз зрительских симпатий учредило региональное министерство сельского хозяйства. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа 24 Миас.